Микс Ньюс Да, мы уже в эфире. Добрый день. Меня зовут Андрей Лешкевич. Это программа «Разворот». Звукорежиссёр Евгений Копеин. Гость сегодняшнего «Разворот» – глава Ассоциации семейных врачей с Армии ТВ. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, нам можно позвонить 672-12-93-9, 672-13-93-9 или написать в WhatsApp, как всегда, 230-6191. Ну, на разные темы мы, конечно, сегодня поговорим и хочется поговорить. Медицина, там действительно много разных тем накапливается и, в принципе, никуда они не исчезают ежегодно. Но, естественно, деваться некуда и главная тема этих дней и месяцев – это коронавирус. Тем более, что вчера официально был идентифицирован первый случай в Латвии. Девушка, женщина, которая прилетела рейсом из Мюнхена, из Германии, у неё был констатирован коронавирус, но известно, что она провела некоторое время в Северной Италии, где, как мы знаем, коронавирус, вот, наблюдается вспышка этого заболевания, если говорить в рамках Европы, по крайней мере, в этой стране больше всего случаев. И эта женщина доставлена в центр инфектологии, изолирована, так нам сообщили медики. Ну вот, господа Вейда, вы, как глава ассоциации семейных врачей, семейный врач, наверное, в эти дни тоже от своих пациентов очень много вопросов слышите по этому поводу. Да, но у нас сейчас такая напряжённая ситуация, что ещё не закончился грипп, эпидемия гриппа. Хотя он, наверное, отошёл на второй план. Да, и, конечно, другие вирусы тоже есть, особенно детям сейчас вирусные инфекции, и, конечно, нам надо готовиться вот к этой коронавирусной инфекции, да, которую уже вчера сообщили первый случай в Латвии. То есть готовиться, ну, действительно стоит ожидать, что он распространится, вот, потому что мнения, вы сами знаете, разнятся, есть скептики, есть, наоборот, больше паникёры, можно так их назвать. Это такие два противоположных, да, полюса, ну, где-то люди здесь посередине, которые так и туда, и сюда. Вы какого мнения придержитесь в этом смысле? Я думаю, что хорошо то, что это поздно появилось этот случай, да, всё-таки мы могли подготовиться. В Европе мы слышали, что пару недель назад этот случай и первые были, и нам было время подготовиться к этому, да. И второе, что уже был случай один, что переехали Ригу и в Талию в Эстонию, да, это уже нам дало такой сдвиг, что всё-таки это серьёзное, и в любой момент может быть и в Риге или в Латвии этот. И, конечно, подготовка такая была, я думаю, хорошая нам всё-таки информацией. Каждый день с Лемейбис, с Профилакс Контрол Центр нам давали семейным врачам, так само и Национальная служба здравоохранения, Министерство здравоохранения. То есть я думаю, что всё-таки, во-первых, подготовились, и во-вторых, этот случай, что он такой сразу поймали, да, что он не распространялся в таком виде, что нигде особо не ходили эти, ну, значит, которые инфекционные были, ребёнок и женщина. У ребёнка не констатировано. Да, ребёнка нет, но мы ещё не знаем, как пойдёт дальше, и когда, может, каждый день наверняка надо брать и проверить, нет ли, да. И поэтому изолировали, да, и это тогда уже и быстренько я поняла, что и те, которые вокруг были в этом, в контакте, да, в самолёте. Ну и там, да. Можно предположить, что есть и другие люди. Так это всё? Да. Правильно. Где-то инкубационный период около 9 дней, 8-9 дней, да. Но самое такое чаще, как я читала, заболевание появляется на 5-6 дне после контакта. И, конечно, день-два может быть ещё, когда пациент ничего не чувствует, а он может выделять этого вируса. Да, поэтому, конечно, все, которые были в районе инфекции коронавируса, лучше всего эти две недели быть дома и не констатироваться с другими, чтобы смотреть, мерить два раза в день температуру, своё состояние, там, кашель, ну, насморк, да. Да, горло начинает болеть. Вот те симптомы, если появляются, то есть сразу звонить 1-1-3. Не надо ходить ни к семейному врачу, никуда, потому что надо сначала взять пробу, а пробу возьмёт только неотложная помощь, ждать эти 6 часов, и когда ответ появляется, потом уже решать, что делать с этим пациентом. Но при этом вот симптомы, которые вы перечислили, они ведь очень похожи на симптомы того же гриппа. И, получается, в итоге мы имеем очень большое количество людей, которые, имея симптомы простуды или гриппа, очень, мягко говоря, беспокоятся и волнуются с учётом всего вот этого нагнетания. И, например, звонят в 1-1-3, у скорой помощи, у которой, так как мы знаем, там, работа выше крыши, получается вот такая тоже дисбаланс. Но тут это слово есть, прилетел от района контактов. Вот это. То, что насморк или кашель появился, потому что, не знаю, был резекно или даугалпился, это, конечно, тогда другое дело. Приходите к семейному врачу или вызывайте, если там высокая температура, и тогда семейный врач определит, есть ли там другого вируса заболевание. Но если прилетели от района, где есть коронавирусные инфекции, всё, эти, пожалуйста, только 1-1-3. К вам много поступало вот за эти дни, недели, человек, которые с подозрением хотели провериться или так далее? Ну, мне было несколько пациентов, которые прилетели с Милана на прошлой неделе, позапрошлой, когда уже там начались заболевания коронавирусов. И я посоветовала им всё-таки остаться две недели дома, мерить температуру и как-то договориться вот со своим работодателем, да, что или работу дома будет делать, да, чтобы не ходить на работу. И пока неизвестны эти люди, они вот наблюдают. Пока, вот есть вторая неделя, мы ждём, пока ещё не было, чтобы было какое-то заболевание началось. Ну, вот понятно, что вы как бы специалист и профессионал, но когда к вам приходят пациенты, говорят, я только что прилетел из Милана, у меня появился кашель, или вот просто как врач вы сами какие-то меры предосторожности соблюдаете и испытываете какой-то такой лёгкий дискомфорт, скажем так, когда человек напротив вас находится. Такого случая пока ещё не было, да, но у нас есть алгоритм от Slimy Controls Profilox Center, да, как нам поступить, если в практике такой человек приходит, да. Так что, ну, конечно, мы сразу тогда должны звонить 1-1-3, так само, изолировать пациента, маску дать, да, и, конечно, сами одеть, есть предоставленные средства, да, пока его больного отправят в больницу. Правильно понимаю, вот вы сказали, человек, у которого есть симптомы, ему стоит остаться дома, но при этом никаких лекарств или каких-то там противоэдий пока, как известно, нет, и от инфекции их в принципе нет, да. Получается такое просто ожидание достаточно беспокойное. Да, вот это новая инфекция, поэтому нет выработанной ни лекарства пока, ни вакцины. И это, ну, мы ждём, ну, может быть… Ну, есть разговоры, что вот в США вроде как разрабатывают. Да, разрабатывают и будут, да, но пока нету, и у нас поэтому лучше, как сказать, остерегаться, да, этой болезни, не инфектироваться, не контактироваться с такими больными, которые есть, подозрительные, да, то есть и я бы посоветовала даже, ну, сейчас не выезжать, не вылетать там в Италию, да, потому что там всё-таки нарастает заболевание, там, вирусом, и пока быть всё-таки в Латвии и… Оставаться у нас. Да. А правда, действительно, вот некоторые говорили, что с наступлением тепла этот вирус должен, вот, как бы по логике, по обстоятельствам пойти на спад. Это действительно так? Это действительно так. Это подобие, как грипп, да. Этим вирусам нравится мокрота, холод, да, и когда уже потеплеет, будет солнышко, мы думаем, что солнышко как дезинфицирует самой поверхности, и вирусы другие появляются, и вирусы тоже борются между собой, и может грипп, и коронавирус уничтожить, и, ну, другие разрастные. А какие, например, весенние какие-то? Да, весной, когда доно вирусы, например, да, и норовирусы есть такие, да, ну, такие, они тогда уже больше развиваются, но те тогда и падают, да. Так что нам этот месяц как-то, март надо прожить, не болеть, да. И не допустить распространения. Не допустить распространения. Да, вот по поводу мер предосторожности и прочего, тоже очень много дискуссий по этому поводу, потому что в Литве, в которой раньше констатировали вот этот случай коронавируса, были предприняты очень жёсткие меры, там сразу были введены в аэропорту, в частности, да, проверки такие достаточно жёсткие. У нас на фоне этого, все говорили, в том числе министр здравоохранения, не надо драматизировать, не надо паниковать, мы пока так делать не будем, всё в порядке. Вот в этом случае, как вы думаете, насколько правы наше руководство? И также много было разговоров по поводу готовности больниц. Понятно, что гипотетически, но тоже звучали такие мнения, что в случае чего у нас не то чтобы ресурсов достаточно. Что вы думаете? Я думаю, что нам, так как это новый вирус, да, и всё-таки он в Китае был и начался с 31 января, то есть декабря, да, и было время два месяца всё-таки его смотреть, что это за вирус, да, и разработать схемы, по какой организовать всю эту медицинскую помощь, да. Думаю, что вот надо брать, как в других этих странах они боролись с этим вирусом, и принять вот такое решение, что мы можем в Латвии делать, и чтобы он не распространялся, если уже он здесь у нас, да, и как с ним бороться. Всё это происходит? Да, я думаю, что всё-таки нам время было это изучить, да, государству, и, ну, мы это, думаю, все вот неотложные, больницы, семейные врачи, что всё-таки у нас есть, как сказать, рекомендации и алгоритмы, чтобы понять, как в этих случаях, что кому делать. То есть контроль есть определённый, да, да. То есть ситуация, можно сказать, под контролем. А что вот, можно сказать, такой уже более человеческий, психологический на момент, вот про, ну, во-первых, вы непосредственно контактируете с пациентами, с людьми, вообще с жителями Латвии, ну, и мы видим, что вот сметают с полок магазинов, вы, наверное, тоже, да, видели, вот эти вот пошла такая, уже признаки какой-то… Паники. Да, паники сметают эти маски и дезинфицирующие средства, и вот как вы на это смотрите, это больше оправданно или всё-таки нет? Почему так выходит? Ну, насчёт масков, они ничего не даст, если человек здоров, потому что, ну, всё проходит через этой маски, такое, воздух и вирусы, да, это даётся только тем, которые есть, заболели уже, да, и эти маски те надевают. Чтобы не распространять. Да, когда кашляет, исчихкает, чтобы, ну, не было там на 7 метров, да, эти вирусы, но, ну, 2 метра меньше тогда проходит, да. Я думаю, что тут и не купим мы на всю, на месяц или на 2, ну, может быть, на неделю мы можем купить, да. Продукты. Продукты, да, но на всё мы не купим, конечно. Зря ходить по магазинам тоже, ну, я не знаю, ну, там, например, не надо специально там идти покупать шанс, например, просто если есть пальто, если оно есть, и смотреть новое какое-то, ну, пока не надо, да. То есть держаться от лишних выходов в публичные места, вы имеете в виду? Да, и публично, да, там театры, конференции, и, конечно, лучше не ходить, где много народу, да, и если вы видите, что кто-то там чихает или кашляет, ну, особо не ходите рядом с ним, да, нам всё-таки остерегаться надо, да. Ну, так, чтобы не ходить в магазинах и накупить на месяц, ну, вряд ли это надо. Сейчас перерывёмся очень коротко. Небольшой перерыв руководителя Ассоциации семейных врачей с Армитой Вейда у нас в гостях. Вернёмся через минуту. Да, продолжаем. Глава Ассоциации семейных врачей с Армитой Вейда у нас сегодня в гостях. Ещё пара слов, наверное, про коронавирус, главную тему вообще, наверное, этого года, можно сказать. Ну, здесь важно, наверное, отметить, что наибольшую опасность этот вирус страшный представляет для людей постарше. Для детей он пока не распространяется, можно сказать, совсем. Правильно, да? Ну, да, около 100 детей вообще в мире болели, так что да. И наибольшая опасность – это вот люди 70+, скажем так, и люди, которые подвержены ещё каким-то заболеваниям. Хроническим заболеваниям. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и, главное, заболевания хронически лёгких. Да, потому что вирус даёт очень таким этим больным, ну, это инфекция, да, алвеол доходит, и напухание даёт, и трудно дышать, и кислород не попадает. Поэтому это уже больница и искусственное дыхание. Ну, я вот всё-таки к такому глобальному хочу вернуться, взгляду. Очень много говорят вот о цифрах, и если мы берём цифры, да, статистика вот этого коронавируса, некоторые, смотря на них, ну, для некоторых эти цифры выглядят очень устрашающе, действительно. Каждый день мы видим, увеличиваются цифры, о тысячах идёт речь. Другие говорят, что, ну, если эти цифры положить на общее число, там, жителей какой-то страны, то это совсем не так серьёзно, насколько это вот представляется и нагнетается. И в том числе в Латвии, если мы берём грипп, вот мы как раз вчера, по-моему, Центр инфектологии новые данные представил, что 14 человек умерли в этом году в Латвии от гриппа, да. То есть 14 человек умерли, в коронавирус один у нас пока зафиксирован только случай. Хотя, естественно, про коронавирус говорится намного больше. Вот как вам кажется, всё-таки чересчур это нагнетается, или есть поводы для беспокойства действительно? Ну, во-первых, потому что мы не знаем его, этого коронавируса, он новый, да. И нет, как при гриппе, есть и вакцина, и есть лекарства. А коронавируса нет ни одно, ни второе. Да, и если мы так сравниваем с гриппом, всё-таки он контагиозный, он распространяется быстрее, да, и такой, и долго живёт на поверхностях, да. Но хорошая вещь то, что на дезинфицированных, на дезинфекционных вещей, например, этанол 70 градусов, ну, спирт, да, в 5 минут и уничтожает. Ну, вот его и разобрали, этот татанол сейчас, его не найти нигде. Ну, да. Но вот это, это хорошая такая, да, нам, что мы можем все поверхности всё-таки, а если не чистить эти поверхности, он живёт до 9 дней, очень долго может быть, да. Это сейчас вы про грипп? Коронавирус. А про коронавирус? А грипп нет, он не такой устойчивый на воздухе. Ну, вот мы сейчас ото всех специалистов и вплоть даже вот от такого, не знаю, ну, не смешного доходит, но даже премьер-министр, вот комментируя, он призвал людей мыть руки, потому что многие подумали, ну, вот не думал, что доживут до дня, когда премьер-министр будет советовать жителям мыть руки. Помимо того, что мы постоянно слышим мытьё рук, там, избегать каких-то публичных контактов, вы можете что-то добавить на бытовом уровне, что вы советуете своим пациентам вот в это непростое время, как себя стоит вести? Ну, в принципе, это и самое главное, да, чтобы не находиться, где много людей, да, чтобы мыть руки, да, и, ну, как-то укреплять иммунную систему, да, Ну, это то же самое, что это, в принципе, ну, «dives weight», это как выжилить. Тель жизни, да. Да, то есть надо выспаться хоть восемь часов, да, хорошо, чтобы сон был, да. Второе, чтобы нормально были на свежем воздухе, время найти, да. То есть зимой это приблизительно около двух часов, а весной даже три часа. Ну, там утром полтора, вечером полтора, да, стрессы, смотреть, как мы можем бороться с ними, да, ну, и питание, да, чтобы всё-таки поесть не так, как утром и только вечером, да, наесться, ну, и всё-таки днём нормально поесть, и гигиена простая, да, которая уже всё в школе учит, и всё, то есть эти руки мыть. Вот это в основном никакие особые там… С-витамин, если меня спрашивают, тогда я говорю, когда заболеете, С-витамин, да, можете принимать, а чтобы есть такие пейтеумы, да. Исследования. Исследования, что как-то С-витамин перед… Чтобы не заболеть, такие нету. Мы можем, да, эти фрукты, овощи, да, где С-витамин, пожалуйста. Кислую капусту, да, апельсины там, да, а специальные лекарства, ну, вряд ли. Ну, довольно исчерпывающе, да. Давайте звонок сейчас примем, наденьте наушники вот рядом с вами, и перейдём к другим темам. Здравствуйте. Добрый день, а вот вопрос… Плохо слышно вас. Они спасут ли? Да, ещё раз, пожалуйста, повторите. Да, алё, да, добрый день. Да, да, слушаем. Так лучше? Да, два вопроса. Один про коронавирус, второй про семейных врачей. Значит, про коронавирус. А вот не подскажете, не спасут ли нас, как вы говорите, иммунная система, такие препараты, как иммуностимуляторы какие-нибудь? Не знаю, в пример поставлю… Здесь, в Латвии, его не находил, когда был в России, покупал его оттуда. Это такой препарат, как амексин, да, выписывается он там при гриппе. Вот он, как иммуностимулятор, просто будораживает твою иммунную систему. Вроде как пару раз я принимал его, мне помогало, да, не шёл процесс наплевания дальше. Так, второй вопрос. А про семейных врачей, да, про семейных врачей, вот почему семейный врач выписывает, допустим, лекарство, такое, как детские… ну, не детские, а детям выписывал табрадекс, да, и пришлось 6 или 8 аптек по Риге объездить, где его нету, и говорят, его нету на складе. Как это так получается, что семейный врач выписывает лекарство, а его в Риге, не говоря, что в районах, нигде нет? Поняли, спасибо. Первый вопрос, да, насчёт иммуностимуляторов. Это серьёзные лекарства, да, которые мы при тяжёлых заболеваниях можем принять, да, но стимулировать иммунную систему, это стимулирует кожный… Коулус мадзенес. Это костный мозг. Костный мозг, да, при каждом вирусе, да, если мы вирусы болеют взрослые, может, 2-3 раза в год, а дети даже до 10 раз в год могут болеть, если мы будем, мы просто её, ну, как сказать, ну, они исчерпим, да, и это может быть плохо влиять на всю систему организма, поэтому мы очень строгим индикациям даём вот эти лекарства, препараты. А второй вопрос, вот детская… А второе, я вам скажу, что у нас, ну, к сожалению, есть эти случаи, что то есть, то нет медикамент, да, и тут уже не вопрос к семейным врачам, да, потому что мы выписываем те лекарства, которые нужно пациенту, и если в аптеке нет конкретной, тот, который врач выписал, должно быть в аптеке, если нет аналог, да, и тогда надо его давать. Давайте про лекарства тогда сразу поговорим о том, что вот через месяц, 1 апреля у нас такие довольно серьёзные изменения ожидаются, когда латвийские врачи должны будут выписывать лекарства, не конкретные бренды, а активное вещество. Ну, известно, да, это такая вот довольно серьёзная реформа. То есть, выписываться будет, по сути, самое дешёвое. Должен врач предоставить в первую очередь самый дешёвый вариант вот этого активного вещества, а не конкретный бренд, который уже может стоить там дорого. Опять же, очень много мнений на этот счёт, и много вопросов это вызывает. Вот как вы думаете, во-первых, готовы ли вы, семейные врачи, к этим изменениям, и что вы о них думаете? Ну, об этих изменениях мы уже слышали с начала прошлого года, да, и в середине приняло министр, как, ну, кабинет министров, да, приняли, и мы уже начали вот видеть риски, которые с этим… Идёт речь о компенсированных лекарствах, только о компенсированных, да. Значит, врач должен всем, независимо от того, раньше он принимал или не принимал эти лекарства, да, выписывать международный этот химический состав, писать, да, и в аптеке должен выдать самый дешёвый из компенсированных. Теперь, если мне уже 10 лет пациент принимает всё-таки… Конкретный. Конкретный. Мы уже установили хорошее лечение, и хороший эффект есть, да. И с 1 апреля надо будет менять на какой-то другой препарат. Это, во-первых, психологически тяжело пациенту будет, да, хотя мы говорим, это будет вам дешевле, чем вы там доплачиваете, да. Государство это ничего не меняет, потому что государство платит любого медикамента только минимальную цену, которая есть в самой дешёвой. Остальное доплачивает пациент. И нет у него выбора. Теперь уже можно, если он мне говорит, нет, доктор, давайте мне самую такую дешёвую, да, я могу химический и теперь писать, и выдаст ему самую дешёвую в аптеке. Но если мне пациент говорит, я уже столько лет принимал вот эту дорожку, которая есть, но она мне очень хорошо помогает, давайте выписывайте. Теперь он сам должен будет платить за это. Нет, теперь, да, с одной стороны он скажет, я не могу, а я не могу выписать, понимаете, этот, и тогда я пишу синий рецепт на полную цену, и он идёт и будет покупать за полную цену, но не за государственную. Да, ну два момента, о которых говорит вот министерство в том числе. Во-первых, ссылается на опыт стран западных, условно говоря, да, в которых якобы тоже так происходит. Вот первый вопрос, действительно ли так, что вы знаете об этом. И второе, о чём говорит министр, это о том, что таким образом удастся сэкономить, там, по-моему, 20 миллионов называется сумма, и удастся расширить список компенсируемых лекарств, что тоже положительно для пациентов. Ну вот, например, эстонцы начали недавно, но литовцы, они уже 10 лет пишут химические, ну вот так приходит пациент в аптеку и покупает, всё-таки ему есть выбор, купить дороже или дешевле. Они вот на этой, то, что у нас 1 апреля, они вот так вот же работают? Они работают, так 10 лет работали. И только в прошлом году, в прошлом году на эту систему у них появилось, что они только могут купить самое дешёвое. И вот за этот год семейные врачи и пациенты видят, что риск большой, потому что, например, такие болезни, как эпилепсия, бронхиальная астма, появляются, ну, эти приступы. И мы же не можем экспериментировать с пациентами. Видите, решение уже принято, получается, что деваться некуда, придётся с этим работать, да, получается? Ну, теперь нам сказали, ну, полгода будем смотреть, да, как пойдёт дела. Но мне болезнь не на то, что почему надо экспериментировать, да. Хотя они нам дают сейчас уже 30%, что в год мы можем писать оригинальные вот эти рецепты. Но, понимаете, если всё-таки у меня больше больных получится, 31%, тогда приходит ко мне проверить национальную службу здравоохранения и смотреть, почему вы выписываете больше, как… Ну, а также нельзя вам столько-только можно выписывать. У нас же есть живые люди, и за цифрами, мне кажется, мы как-то не видим человека. А вот если говорить о службе здравоохранения в том числе, то, конечно, нельзя не спросить о системе «эздоровье». Это такая, конечно, тема, которая, даже не знаю, в какой жанр, комедия или трагедия, наверное, и то, и другое. Но последнее, что мы знаем, это что пару недель назад произошёл глобальный сбой в работе этой системы, по-моему, двое суток, да, она не работала. Теперь было решено, что она будет проверена, аудит будет проведён. И также параллельно мы слышим, что Минздрав во главе с Волзовинкелой решил вроде как третий этап работы над этой системой вообще не реализовывать, а расстояние точно на том, что есть, что работает, конечно, не очень, но, по крайней мере, вот это содержать. Как вы вообще всю эту ситуацию увидите на сегодняшний день? Ну, вот мы уже, когда эту систему спустили, да, это был 18-й год начала, и видели, как она не работает или работает, да, мы уже эти риски говорили, что эта система всё-таки не готова на всё, что мы хотим от неё получить. Вот так тянули два года. И мы мучились и пациентам так само, которые пришли в аптеки, и там, если не работает веселый, они не могут получать медикамент. Они должны или приходить ко мне, и я пишу бумажную рецепт, или они приходят в следующий день, но где гарантия, что в следующий день она будет работать, да. И в конце прошлого года мы даже в Сайме об этом я говорила, и даже писали в всех этих институциях, которые отвечают в министерстве за ЭВС и ЛИБ, что надо эту систему прекратить туда, вложить деньги, потому что был уже в конце года прошлого… 14 миллионов потрачено, по-моему. Было 14, и просили ещё 5, и ещё 5, да? 10, да, да. 10, понимаете, и продолжать этот проект на время, чтобы удлинить. Я так слышал, что вы предлагали, да, вообще отказаться от этой системы, но отказаться, а что, а как, с чем работать-то? Другого пока ничего нет. Нет, мы прекратить вложить туда деньги, в эту систему, да. И пересмотреть эту систему, можно дальше что-то делать с ней или нет, и если нет, надо новую сделать или купить новую где-то, да. А та система, которая сейчас есть старая, у нас там, где только рецепты есть, и больничные листы, её улучшить, и с ней пока работать, пока не будет новая. А вот, чтобы более понятно было, вот как, например, в двух словах происходит ваша работа с системой здоровья ежедневно? Вот она потому что подразумевает много функций, там некоторые не работают, но основными чем вы пользуетесь? Рецепты? Рецепты и больничные листы. Больничные листы, это всё, по сути, что... Да. А необходимо, что вот, чего не хватает, в первую очередь, это что можно назвать? Во-первых, направления должны были во втором, ну, в этом периоде сделать, которое сделано, но не работает, да, не можем. Во-вторых, я вижу систему совсем немножко иначе, потому что, когда делали эту ЭВСЛИ, с нами, ну, не консультировались, и только потом, когда уже было сделано, готово, тогда нам показали тестирование, где мы уже видели что-то с этой системой не то. А если новое делать, тогда мы видим, что надо было начать с амбулаторной картой, что есть все данные о пациентах, и, ну, набрать исследования, анализы, да, чтобы мы видели сразу в этой системе, открыть эту карту, да, и мы видели анализ пациента своего, исследование, консультации специалистов, и мы оттуда могли бы тогда ему надо рецепт написать, направление написать. А сейчас направление от руки вы пишете по-прежнему? Сейчас мы пишем готовый этот шаблон, да, который есть, рецепт и больничный лист, и туда надо вводить все данные. А, всё-таки электронно это происходит, направление? Ну, электронно, да, электронно, но мы пишем, например, вот с 1 апреля у нас тут будет и сложность с ЭВСЛИБА, потому что в ней в основном в компенсированных медикаментах есть первое название, фирменное название. И мы тогда пишем, будем рукой писать химический состав, и потом рукой писать дозу, ну, сколько нам надо таблеток будем считать и писать рукой, это тоже, ну, надо было бы поперерабатывать, да, чтобы одно венскликшись, и всё готово. Давайте звонок ещё примем, наденьте наушники, пожалуйста. Добрый день, слушаем вас теперь. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня один вопрос, я хотел вернуться немножко пораньше. Так. Ваш гостья сказала, что государство оплачивает вот эти компенсируемые всё равно по минимальной цене. Но почему тогда оно не может, скажем, оплатить эту разницу? Человек вот заказывает более дорогое, ну, пусть государство оплачивает по минимальной, а разницу человек доплачивает сам. Почему нет такой возможности? Унили вопрос. Спасибо. Ну, а вот это мы и рассказывали, если пациент хочет, он может эту разницу сам добавить, или это минимальное, ну, там, 30 центов, или он хочет 2 лата добавить. Почему не даёт эту возможность? А почему, как объясняют? Ну, это надо спросить министру, да, здравоохранения. Мы это и предлагали, чтобы каждый всё-таки должен выбрать, если он хочет, он может и подороже купить, да. Ну, вот в конце, ну, по крайней мере, второе половине прошлого года, во время принятия бюджета государственного, развернулась вот такая, можно сказать, скандал вокруг зарплат врачей, медиков, когда депутаты, по сути, не выполнили то, что прописали сами же в законе, ну, вы прекрасно это помните, и были акции протеста довольно видные, вот эта акция «День без врачей». Сейчас всё как-то отошло на второй план, вроде как. При этом, вот, Омбудсман не так давно заявил, что, например, если до 1 июня не будет законопроект соответствующий подан, то он будет в суд с Атверсмой даже обращаться. Вот что сейчас в этом вопросе происходит, вот уже как, может быть, глава ассоциации вы можете сказать? Медики всё ещё держат на вооружении эту тему, чтобы вообще не забыта ли она вопрос зарплаты и так далее? Ну, конечно, он актуальный и всё время у нас, да, потому что 10 лет, всё время, вот как у нас кризис, тысячи… 2008-го. 2008-го, 2009-го, даже когда сняли финансы на 30%, да, даже 40% у нас было в заманипуляциях, почти ничего не добавили, да, и поэтому у нас семейным врачам был и стрейкс, да, и тогда немножко всё-таки 28% у нас капитацию подняли, да, но теперь вот эти зарплаты, это только один раз было по 10%, хотя сами приняли закон, что надо поднять… Ну, перед выборами. Да, перед выборами. Ну, уже было… нет, сами уже было… А, после уже выборов? Уже после выборов, да, все подняли руки и сказали, медикам нужно 20%. Но когда дело дошло до этого, тогда уже нету этих 20%. И, конечно, это очень такое доверие политикам снизил, да, и поэтому я думаю, что такой… Сейчас мы очень надеемся, вот когда сейчас этот новый бюджет разрабатывает, мы будем следить за то, что всё-таки отдали то, что политики обещали, да. Ну, и если в крайнем случае всё-таки не будет такое, ну, выполненное обещание, тогда мы тоже семейные врачи уже будем думать, ну, каких-то форм протеста. Форма, ну, именно протеста, забастовки или акции, пикеты? Ну, это пока мы ещё не решили, потому что мы надеемся, что всё-таки, да. Надежда умирает последней. Да. Спасибо большое, Сарми ТВ и глава Ассоциации семейных врачей была у нас сегодня в эфире. Большое вам спасибо и всего доброго, хорошего дня. Всего доброго.